Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. Сегодняшняя программа посвящена молодым и успешным. Разбогатившие гения студенческого возраста обычно проявляются в IT-секторе. Во главе этой успешной молодежи создатель Facebook Марк Цукерберг, а также основатель Google Сергей Брин. А если вспомнить, сколько было Стиву Джобсу, когда он представил свой компьютерный хит Apple II 22 года, то и он. Но среди талантливой молодежи есть и те, кто добился успеха не только в сфере высоких технологий. Кто это? Почему решили развивать свое направление? Какие вложения потребовались на старте? Сколько приходится инвестировать сейчас? И на какой доход рассчитывают молодые миллионеры? Гость нашей сегодняшней программы – соучредитель компании Fast&Shine Аркадий Хохлов. Здравствуйте. Также к нам присоединяется Елена Шифрина. Это сооснователь компании BioFoodLab. Добрый день. И вам здравствуйте. Ну, с Еленой и с ее компанией более-менее понятно из названия BioFood, тем более, что в конкурсе стартапа Forbes Елена победила многие интернет-проекты. То, собственно, о чем у нас и сейчас пойдет речь. Компания BioFoodLab занимается производством продуктов питания, батончиков из орехов, сухофруктов и пряностей без сахара, консервантов и других химических добавок. А вот компания Fast&Shine – это сеть сухих моек, где тоже не требуется много чего лишнего. И, в частности, не нужно затрачивать электроэнергию, не нужно затрачивать воду. Это очень важно. Ведь на одну машину уходит в среднем около 200 литров воды, которая просто уходит в никуда. Помыв вашу прекрасную машинку, она уходит в землю. И вот мы, наверное, начнем с Аркадия Хохлова, чтобы он рассказал о своем бизнесе более подробно, чем это сделал сейчас я. Аркадий, вам слово, да. Спасибо, что пригласили. В первую очередь, наверное, будет интересно рассказать о некоторой предыстории, откуда все началось. Мой друг и по совместительству партнер Олег Герасимов три года назад съездил в Америку и увидел, как прямо в пробке моется автомобиль и моется без воды. Его эта идея заинтересовала. Он прилетел обратно, рассказал об этом мне, и мы решили попробовать, что это такое. Просто нам было интересно. Мы были еще студентами, я был студентом первого курса, Олег был чуть постарше. То есть это контактная мойка просто салфетками, как вот в 90-е мальчики там? Да, нам казалось, что это что-то очень странное. Как так, да, подошел к машине, тряпочкой протер, и все чисто, что-то тут не то. Но мы решили все же опробовать собственноручно, заказали средства из Америки, помыли свой автомобиль, помыли автомобиль друзей, и смотрим, работает. Ну, долго не думая, решили, давай с Олегом как-нибудь запустим эту мойку не только для себя, но и для клиентов. Было очень сложно найти хотя бы один торговый центр или любой другой паркинг, который бы дал нам добро, чтобы работать. Везде приходили, на нас смотрели с огромными глазами, и опять же-таки тоже напоминали нам про 90-е, что, ребят, нет, сейчас уже не 90-е. Когда мыли стеклышко. Да, 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 и тереть тряпочкой это уже не то. Но, тем не менее, один торговый центр на МКАДе согласился. Мы встали на этот торговый центр, в первый день мы мыли сами, своими руками, и в первый день мы помыли 17 автомобилей. Нужно понимать, что себестоимость была очень высокой. По себестоимости выходило порядка 200 рублей, только на химию. Все равно дешевле, чем обычная мойка. Нет, себестоимость нам, для нас. То есть вот мы помыли автомобиль, и для нас, как мы предоставляем услугу, у нас уходит 200 рублей только на химию. Мы это прекрасно понимали, нам нужно было просто понять спрос, что это за услуга. И в первый самый день, когда мы вымыли 17 машин, мы, на самом деле, поняли две простые вещи. Первое, что это работает, что спрос есть какой-никакой, но все же есть, и что нам удалось обработать 17 автомобилей. И второе, мы, что для себя самое интересное, мы поняли, что вот эти вот 17 человек, которые воспользовались нашей услугой, каждый из этих 17 клиентов сэкономил для себя целый час. То есть вместо того, чтобы поехать на мойку, отстоять в очереди. Ну, я сейчас не говорю о мелких городах, но в мегаполисах и в Москве, в частности, мойки, как правило, забиты. И если ты хочешь вымыть своего коня, нужно выстоять, поехать на эту мойку. Либо ночью ехать. Либо ночью, да, или едешь, ждешь в очереди час, потом тебе еще полчаса моют машину, ты стоишь, не знаешь, что делать, либо ты находишься в каком-то там кафе, сидишь, либо на улице. Очень неудобно. И мы для себя осознали, что мы вот этот всего лишь, там, не знаю, потраченный один день, мы сэкономили 17 клиентам, 17 людям целый час жизни. Так вот, проскинув, что, ну, в среднем, сколько у нас люди моются? Ну, допустим, там, один-два раза в неделю, да? Если каждому человеку мы можем экономить, ну, как минимум час, хотя, наверное, и больше, да? Потому что, чтобы поехать на автомойку, подождать, пока тебе помоют, обычно проходит еще и больше времени. Но во всем по минимуму, да, допустим, час. То мы так проскинули, что если каждому человеку мы можем сэкономить час, в среднем человек моется один-два раза в месяц, то бишь в среднем шесть моек в месяц, это в год шесть часов в месяц, в год это 6 на 12, 72 часа, 72 часа в год. То есть получается, мы одному человеку экономим 72 часа в год. За 10 лет это 720 часов. И мы фактически нашей вот этой услугой, помимо того, что это просто на словах удобно, это экономично, очень экономично, мы не тратим правильно, вы заметили, на обычную мойку водяную уходит от 100 литров и больше, у нас уходит до 500 миллилитров жидкости. Все. Это очень удобно. Плюс ко всему, это услуга, которая очень удобна населению. Мы дарим людям время, которое это время, этот час, эти, грубо говоря, 720 часов за 10 лет наш клиент потратит не стоя в мойке, а со своими близкими, друзьями, с женой, с детьми, с кем угодно. И тогда это был для нас знак, и мы решили, что да, будем этим заниматься. Ну вот этот знак, не просто бизнес, а бизнес социальной ответственностью еще такой. Социальная составляющая даже. Абсолютно верно. Социальная ответственность — это экономия воды и экономия электроэнергии. Социальная составляющая — это экономия времени на развязках, на пробках, на времени и так далее. Вот, Елена, у нас еще есть 3 минутки до конца первой четверти. Мы теперь вам даем слово о вашем бизнесе рассказать. Да, спасибо. Спасибо. Моя идея тоже пришла ко мне в Америке, как и у друга Аркадия. Вообще Америка — прекрасная страна для того, чтобы получить какой-то inspiration для жизни, для бизнеса. Я нашла для себя здоровое питание и путь к нему, и путь к своему бизнесу тоже в Америке. Мы поехали туда вместе со Сколково в Массачусетт институтов технологии, посмотрели, как там люди едят, чем живут. И обратили внимание, что бизнесмены, взрослые мужчины, которым 50-60-70 лет, и женщины в том числе, они понимают, что в здоровом теле здоровый дух, что питаться правильно и заниматься спортом — это единственный путь к успеху. все обращают внимание на то, что они едят, стараются есть маленькими порциями три раза в день и между ними перекусывать. То есть вот эти люди, они разбивают представление о американцах как о жирной нации? — Абсолютно. Мы ехали в Бостон, мы думали, что это очередной какой-нибудь мини-анаполис. И были поражены, что каждое утро в шесть часов, мы жили в районе Кембридж, все профессора, все интерпренеры, все бизнесмены, студенты в шесть часов одевают кроссовки в любую погоду, бегают по набережной. Мы тоже заразились этим, то есть наша группа «Осколковская» в размере сорока человек тоже купила кроссовки, и мы бегали вместе. Каждое утро в шесть часов утра. И стали постепенно менять свои привычки в питании. Нам это безумно понравилось, мы все подсели на эти батончики, и когда приехали в Россию и поняли, что ниша пустая, здесь таких продуктов нет, я не говорю сейчас о батончиках-мюсли, которые есть везде, которые, как вы правильно заметили, продаются по 25-30 рублей. У нас совершенно другой продукт, он абсолютно натурален, честный, без компромиссов. Он состоит только из орехов, ягод, сухофруктов, и все, никаких консервантов, никакой химии. То есть полный набор, который необходим человеку для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, работоспособность в какого-то определенного отрезка времени. Да, это абсолютно натуральный продукт, единственный в своем роде, аналогов в России ему нет. Отлично, нашли, кажется, свою нишу. У нас есть 40 секунд, эти 40 секунд я посвящу контактам. Уважаемые радиослушатели, вы услышали о наших гостях более-менее подробно. Звоните нам по телефону 6510996, код города 8495, либо пишите нам на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». Можете, кстати, рассказать о своих ноу-хау, либо задать вопросы нашим гостям. Я напоминаю, что сегодня у нас гостяк Архадий Хохлов, соучредитель компании «Fest & Shine», это сеть сухих моек без затраты электроэнергии и воды, и Елена Шифрина, основатель компании «Биофудлаб». Мы уходим на новости, вернемся через полторы минуты. Снова здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о молодых и успешных людях нашей страны и нашего города, и попробуем зарядить вас, слушателей, харизмой, чтобы стать таковыми. Здравствуйте еще раз. Аркадий, Елена. Я вот как представитель армии зеленых и экологов сегодня тоже в зеленом, видите. Я рад, что наша сегодняшняя встреча происходит с такими социально направленными людьми, как вы. Я продолжаю давать слово вам, Аркадий. Да, ну, закончили мы на первом нашем объекте. Дальше буквально за год потихонечку торговый центр за торговым центром мы ставили наши мойки по всей Москве. Долго рассказывать не буду, формат не совсем тот, не успеем. Сейчас, спустя три года, в Москве работает порядка 40 объектов, где можно помыться в Fast and Shine. По России работает порядка 100 партнеров. Это вся Россия. Плюс ко всему сейчас подключается СНГ. Недавно запустились в Европе. Получаем все необходимые сертификаты для работы в Евросоюзе. Сколько стоит, сбегая вперед, в Москве помыть машину без затрат электроэнергии и воды? В среднем от 500 рублей за базовую мойку. То есть это чуть-чуть выше? Чуть-чуть дороже, чем обычная водяная мойка. Но нужно понимать, что за три года нам удалось понизить себестоимость мойки до 20 рублей. Если раньше это были 200 рублей, которые мы отдавали за химию американскую, то спустя год после старта нам удалось запустить собственное производство автохимии за счет больших объемов. Потому как уже на тот момент работало порядка 30-40 городов. Были большие объемы средства. И удалось понизить так сильно себестоимость. В регионах тоже такая цена или там чуть-чуть пониже? В регионах чуть-чуть пониже. А в Европе 10-20 евро? Примерно так. Но поскольку себестоимость очень низкая, от 5 до 30 рублей, так скажем, если это маленькие автомобили и не очень грязные, до 5 рублей. Кстати, в Европе в основном же маленькие автомобили. Там же как раз экологи. А еще такой вопрос. Я так понимаю, как компьютерные детали дешевеют с каждым годом, так и у вас, с учетом того, что себестоимость уменьшается, есть ориентир на то, чтобы эта услуга была более доступной? Да, конечно. Уже сейчас мы имеем возможность поставить любой ценник абсолютно. У нас в регионах, в мелких городах небольших мойка стоит 250 рублей. Хорошая рентабельность бизнеса, оплаты персонала. Да, рентабельность в среднем от 30%. Сейчас у нас был выбор. Либо мы будем занимать все торговые центры, все паркинги, собственно, ручно сами, либо будем идти по формату продажа франшиз. И города, регионы отдавать по франшизе. Ну, меньше головной боли. Да, и сейчас франшиза наша стоит всего лишь 200 тысяч рублей. И в эти 200 тысяч рублей входит абсолютно все, что нужно для старта. Это и все расходники, и брендбук, и все рекомендации, инструкции. Все, что необходимо для того, чтобы начать работать в том или ином городе. То есть такой старт, бизнес, бизнес, вот тебе весь готов. Да, и многие спрашивают, мы сами с Олегом Герасимовым с физического факультета МГУ, и многие, бывает, в разговоре подходят, спрашивают, Аркадий, а как вот так вот вы с физического факультета МГУ, у нас ядерное отделение, вы физики-ядерщики? По-моему, никаких противоречий нет. Нет, ну, и говорят, а вы занимаетесь вот химойкой, да? Даже не химия, а мойкой вы занимаетесь, мойкой автомобилей. Как-то это, ну, несерьезно, что ли, да? Ну, ответов несколько. Во-первых, это не единственный наш бизнес, и сейчас у нас много разных интересных направлений, это раз. А во-вторых, у нас совсем другая философия, у нас не просто мойка. В понимании обычных граждан, что такое автомойка? Это вот какое-то, не знаю, там, помещение, да, там, на несколько постов, где моются машинки. Шум, гам, сляк. Шум, гам, сляк, ну, максимум у владельца, ну, самые большие сети, наверное, там, 30 автомоек, да, у владельца будет, или там, 40 автомоек. Ну, вот, моет он эти машины и сидит довольный, все. Наша философия другая. Мы моем абсолютно все, что движется. Ну, например, почему к нефтяникам относятся так серьезно, так вот у нас просто есть среди наших друзей, там, ребята, которые занимаются нефтяным бизнесом, ну, по крайней мере, они в этих структурах, и к ним с таким спиететом относятся, да, вот это нефтяник, молодец, это серьезно, да, красиво. А к нам нет. Вот, может быть, будет нашим слушателям интересно, одна заправка зарабатывает на одном литре в среднем, ну, не больше рубля двух. Ну, пять процентов, я так и слышал, у Лукоила, по крайней мере. Ну, рубль два, мы не говорим о премиум бензине, мы говорим обычный, 92-й обычный, 95-й, рубль два. Получается, что на одной машине автозаправка в среднем зарабатывает, ну, до 50 рублей. Мы же на одном автомобиле при самых плохих раскладах зарабатываем от 100 рублей. Это я говорю о регионе, о очень дешевой мойке. То есть, ого-го себе рентабельность. Да, и почему к нефтовому бизнесу относятся так серьезно, я не говорю об экспорте, понятно, что есть другая составляющая, это экспорт нефти, это понятно, но, тем не менее, именно заправки. Ну, в нашей стране пока размер имеет значение. Вот почему при отсутствии парковок, при отсутствии, при расширении зон, где нельзя, собственно, парковаться в Москве, люди все равно предпочитают большие машины. Почему? Потому что пока еще в нашей стране это так. Вот, я, по вашему позволению, Аркадий, Елене дам слово. Вот у Аркадии есть ориентир на снижение цены. Ваши батончики здоровые пока стоят достаточно серьезно для того, чтобы человеку отказаться от нездоровой пищи, то есть 100 рублей за батончик. У вас есть какие-то программы, проекты? 184 рубля за батончик. Но, несмотря что для кого дорого, да, я не соглашусь, что батончик стоит очень дорого, потому что, с другой стороны, возьмите какие-нибудь конфеты, лизницы, да, они стоят там 120 рублей за килограмм. Из чего они состоят? Из сахара. Цена килограмма сахара 25-30 рублей за килограмм. То есть, когда ты думаешь о маржинальности вот таких простых базовых продуктов, и люди делают на них деньги, то там спрашивается у нас, производителей здорового питания, почему они высокие. Я не думаю, что это высокие, я думаю, что это абсолютно нормальная цена. То есть вы пока будете придерживаться вот этих цен? Да, почему? Вот я объясню. Цена адекватная, когда мы входим в какие-то сети, они все равно пересчитывают те продукты, как правило, на килограмм. Если бы цена была неадекватной, нас просто бы не пустили на полки. Конкурент. Конечно, и сами закупщики знают, что нам стоит производить. И я очень рада за бизнес Аркадия, что у него настолько работает скейлабилити, да, и себестоимость постоянно понижается. У нас в основе своей сырье, к сожалению, не производится в России. Это те же самые финики, орехи, сухофрукты. Мы закупаем из Америки, из Туниса, кое-что даже из Ирана. А вот наши кавказские регионы. Из Америки тоже, например, из Таджикистана. К сожалению, из Таджикистана это не очень хорошего качества. Пламя орехов, сухофруктов. Пока еще, да? Ну, возможно, какие-то нормы проверки. Да, нормы проверки. У них хорошее сырье зачастую бывает, но оно без сертификатов. А мы не можем брать не сертифицированное сырье как производитель, потому что мы несем полную ответственность. Поэтому мы предпочитаем работать уже с надежными поставщиками. И наши ингредиенты, это в основе своей commodity products. Некоторые даже из них на бирже торгуются. И цена постоянно варьируется в течение года. И это, как правило, понижается, не снижается. Поэтому вряд ли цена на наши ингредиенты когда-либо упадет и будет переурожай орехов и фиников. Дай его, чтобы такое было. Кстати, в ООН обсуждают, как решить проблему голода. Как у нас Хрущев хотел весь Советский Союз засадить кукурузой. В ООН хотят засадить везде все бананами. Очень быстрая созреваемость, очень богатый содержанием продукт. И вот я сейчас слышу, вы тут подали идею. Белок — это же орехи. Это же таким содержанием белка обладает. Тут же арахис. Очень просто, очень дешево. И так много белка. По-моему, в пересчете от КПД мяса, по-моему, даже превышает. Арахис намного-много больше белка. И он лучше усваивается организмом. И у нас, кстати, есть один ботончик. Только главное, не жареный. Не жареный. Да, да. Мы с жареным тоже не имеем дела, потому что они, на самом деле, очень быстро портятся. Ну и плюс их вредность при тепловой обработке, я так понимаю. Да, да. Вот тут пришло сообщение с сайта Финам.фм, кстати. Уважаемые слушатели, можете продолжать писать. Некто Мария пишет. Привет Аркадию. Благодарность за мойку на парковке Москва-Сити. Была приятно удивлена. Удачи. Собственно, не вопрос, а просто впечатление. Это очень приятно. Спасибо. Да, уважаемые слушатели, да, можете звонить 65 10 99 и 6, либо писать Финам.фм, страница программы Парадокс. То есть, получается, Лена, вам остается уповать только на пропаганду, на то, чтобы люди... Да, меня очень радует, что мы как таковой большой пропаганды и не делаем, да. Да, на самом деле, если возвращаться опять к цене нашего продукта, то он намного ниже, чем в Европе, в Великобритании или в Германии. Я вот, например... То есть 2-3 фунта там дешевле, то есть там дороже. Там 3 фунта стоит батончик, а в Германии где-то 3,5 евро. То есть, пересчитайте на наши деньги. И у них зачастую граммаж меньше, где-то 35 граммов. Я вот только что, кстати, вернулась с переговоров из Лондона. Очень удачно прошли. То есть вы поставляете? Вы в России производите и туда поставляете? Мы разговариваем на эту тему. Там очень много, оказывается, товарищей, кому очень нравится наш продукт. Несмотря на обилие на Западе схожих продуктов, вот мы будем поставлять и в Великобританию, в Америку. Получается... И даже в Африку. Для африканцев недорого, да. Для богатых африканцев, где и так все хорошо с фруктами. И не очень, да. Интересно. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, гостями нашей программы является Елена Шифрина, основатель компании BioFoodLab. И соучредитель компании Fast&Shine, сеть сухих автомоек Аркадий Хохлов. Звоните, еще раз напомню, 65 10 99 6. Уверен, у кого-то из вас есть вопросы касательно бизнеса и деятельности наших гостей. И в любом случае оставайтесь с нами, мы прерываемся на новости на Финам ФМ. Продолжим через полторы минуты. Итак, мы продолжаем. Поиграем немного в ярмарку тщеславия. Аркадий, вам 21 год. Такой завидный жених. Вы застолбили парковку Финам ФМ машины Mercedes. Елена, вам 30 лет, вы тоже на Mercedes. Вот мне 33. Вот что я делаю не так? Что делают не так все 30-летние дети, которые сидят на ставке, на работе, живут от одной средней ЗП до другой средней ЗП? Как нам изменить свою жизнь? Как нам не бояться изменять свою жизнь? Может быть, нам мешают жесткое регулирование законов в нашей стране? Или это не так? Вот как вы на себе это ощутили? Ну, во-первых, дело не в деньгах. Наверное, счастье не в деньгах, а нужно делать то, что нравится. Поэтому, вне зависимости от заработка, и это, в частности, должно быть направлено именно на бизнес. Мы с Олегом и вообще в Holding Fast and Shine достаточно активно участвуем во всех, поддерживаем, если можно сказать, молодых предпринимателей Москвы, и не только Москвы, да и России. В частности, по вторникам можно записаться к нам на семинар. Этот семинар абсолютно бесплатный, просто приходят молодые предприниматели, интересуются, спрашивают, советуются. Раскрываете глаза, снимаете золотые очки. Это абсолютно бесплатно. Если кто-то рассказывает, что это очень интересно, мы его берем, так скажем, в обойму к себе, в команду, почему нет? Это раз. И часто, кстати говоря, на этих семинарах я слышу, приходят ребята и говорят, ой, ничего уже не придумаешь, все уже придумаешь. Все ниши заняты. Все уже, все, все, все ниши заняты, все, все бесполезно, иду в найм. И, конечно же, это не так, учитывая, что пока все развивается, пока развивается наука, пока мы идем вперед, новые идеи для бизнеса не иссякнут. К тому же ситуация мировая меняется. Сегодня это нефть и бензин, завтра электромобили, ну, через 50 лет, там, солнечная энергия, еще через 100 лет, что-нибудь другое. С учетом развития удаленных офисов вообще люди перестанут передвигаться и работать по монитору, даже производить какой-то. Совершенно верно. Учитывая наш опыт, наш опыт, наверное, будет очень полезен для всех тех, кто сейчас начинает свой бизнес или стартап, или хочет начать. Потому как представить нас со своим стартапом, вот мыть машины тряпочкой, и если даже такое удалось, и, ну, относительно успешно, то что уж говорить о более простых и очевидных идеях. Поэтому в этом плане ничего невозможного нет, и нужно просто вот идешь по улице, если хочешь что-то придумать, просто идешь и смотришь, чего бы тебе хотелось еще. Посмотрел направо, посмотрел налево. А я бы вот, этого нет, а мне было бы удобно, если бы вот это было. Павел Дуров однажды написал у себя на странице всем известной сети, все богатые люди говорят о том, что деньги лежали на земле, нужно было ли всего лишь их поднять. Но никто из богатых людей не говорит, сколько для этого нужно было нагнуться. Елена, а что вы можете сказать, чтобы мы такие вот лентяи перестали быть таковыми? Да нет, просто Аркадий, нужно понять, он студент, да, человек, который, наверное, еще не поработал в корпоративном мире. Надеюсь, не поработаю. Может, в своей корпорации, дай бог. Большой молодец, восхищает меня, конечно, человеку 21 год и уже достиг таких больших успехов. Я выходец из корпоративного мира, мне очень нравилось там работать, но... Тепленькое местечко. Отлично. Стабильно. Да, и я думала, пойду когда-нибудь в декрет, пойду, да. Можно полдня посидеть в соцсетях, ну честно, скажите, было такое? Нет, я работала в ТНК, АБП, и у нас там все было очень жестко. Следили, да, следили. То есть дедлайны все соблюдали. Абсолютно, и ко мне просто пришла идея, я всегда всю жизнь восхищалась с интерпренерами, у меня пришла идея, и я думала, что очень тяжело начать свой бизнес, я очень боялась, но эта идея целый год меня не отпускала с этими батончиками натуральными. И я все думала, ну кто же ее сделает, и кто же ее сделает? Я целый год мониторила рынок, и думаю, вот-вот там кто-то уже собирается и не делает. И в конце концов я уже стала ждать, ушла из private banking, в котором я работала, и решила просто сделать. И, конечно, очень было тяжело сделать первый шаг от какого-то там планирования, подсчетов будущих денег. Вот эти вот инвестиции, я только прочитал о вас, вы единственный владелец, собственник, и свои собственные деньги вложили. И вот накопили, и вот эту вот кубышечку, которую можно было потратить на квартиру, вы 5 миллионов потратили, да? Я правильно, это Forbes источник. Это все отдать на то, что могло и себя не оправдать? Абсолютно. Риск? Я думаю, что это самая лучшая инвестиция, которую я когда-либо в жизни сделала. Я, может быть, не всем это посоветую, но у меня за плечами все-таки опыт жизни за границей очень долгий и бизнес-школы. То есть я получила образование в Великобритании и потом училась в Сколково. И вот хочу заметить, что на самом деле сейчас дух интерпренершипа, он расцветает неимоверно в Америке, но во всем другом мире он затухает. То есть в Европе, в Германии, в Англии, в Греции там очень малый процент интерпренершипа, очень маленький. И у нас в России даже больше, чем в Англии сейчас интерпренеров. То есть у нас много-много новых бизнесов все-таки появляются. Люди уходят делать свой бизнес из корпорации. Вот, кстати, немножко расширим границы нашей программы. Вопрос обоим гостям. По поводу автомойки, Аркадий, что у вас еще на уме? И, Елена, может быть, пока Аркадий отвечает, вы подумайте о том, куда дальше, кроме батончиков. И перед тем, как Аркадий начнет отвечать, я зачитаю три сообщения с сайта. Они все посвящены пока ему. Регулярно пользуюсь мойкой Face and Shine. Пишет Артур, большое спасибо за услугу. Андрей пишет вопрос по сухой мойке. И принято мыть авто с большим количеством воды, чтобы избежать царапин. А после ваших услуг микроцарапины появляются? Это вопрос. И да, вот расскажите о других проектах. У вас на сайте мойки есть информация о них. Что касается царапин, конечно же, нет. Никакого вретала крашеного покрытия нет. Как выглядит процесс мойки? Те, кто у нас мылись, уже знают. Те, кто только приедут, расскажу. Есть специальное средство, которое наносится на грязный автомобиль. Это средство проникает под грязь, образует защитную пленку на кузове. Даже с помощью микрофибры эта грязь убирается с поверхности кузова без каких-либо повреждений для лака. У нас есть все необходимые сертификаты обязательные. Есть сертификат Российской Академии Наук, в частности лаборатории Бытким-2, которая нам выдала сертификат о том, что у нас определенный достаточно высокий чистящий эффект и о том, что мы не царапаем. Как это выглядело? Мы привозили новые элементы кузова, отполированные детали, наносилась грязь на эту деталь, запекалась. Дальше с помощью нашего средства и тряпочки пытались все это дело убрать. Дальше смотреть по-глупой. Есть царапины? Нет. И этот процесс у нас длился порядка четырех месяцев. Испытывалось порядка 12 разных составов, пока не нашелся тот, который идеально подходит. Плюс ко всему мы сейчас находимся в процессе до получения и до получения европейской сертификации. Там с этим построже, чем в России. Да, гораздо строже. И понятно, что если сейчас немногие верят в сертификацию российскую, ну, может быть, у них есть на то какие-либо причины, когда у нас будут готовы сертификаты европейского образца, то там уже вопросов точно никаких не останется. К нам позвонил слушатель Андрей. Здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей. В 44 года я бизнесмен, занимаюсь правительством биокоттеджей, скажем так. У меня вопрос первый к Аркадию. Я понимаю, что бизнес очень вентабельный, но понятно, что приносит удовольствие в плане получения денег, но в плане отдачи мозгов для души, поскольку человек все-таки занимается физикой, но будучи инженер-физик, мне кажется, что это немножко скучное дело, но вот для молодого человека, поскольку мне судьба Аркадия очень знакома, я сам бывший инженер, и у меня был... А какой у вас бизнес? А, биокоттеджи. Да, я сейчас занимаюсь строительством, мы делаем экологичные дома. Но инженер биокоттеджей, я не вижу противоречия, вы меня извините, мне кажется, все... Не-не-не, просто то, что касается... Я говорю про мойку. Мне кажется, немножко скучно, поскольку все-таки инженеру... Совершенно верно. Для мужчины главное это отдача мозгов, то есть это какие-то инновации, какие-то интересные решения. Я понимаю, там химия задействована, но мне кажется, что у Лены более сложный бизнес, чем у Аркадия. Здесь все-таки попроще, мне так кажется. А вот мы сейчас... Спасибо вам, Андрей. Мы сейчас как раз мостик к тому, чем еще заняты мозги, как вы говорите, у Аркадия и у Елены. Андрей, спасибо за вопрос. У вас совершенно правильный ход мысли. Я об этом уже говорил в начале передачи, что многие, правда, спрашивают, как так после физфака и мойка. Именно поэтому, и даже не именно поэтому, а просто потому, что хочется самим развиваться дальше и делать что-то более интересное. У нас, например, сейчас совсем недавно сцетовала новая платформа для России, краудфандинговая, unvest.ru, где на этой платформе, наверное, все знают, что это такое. Ну, краудфандинг. Краудфандинг, да, когда с одной стороны на сайте есть собраны те или иные стартапы, а с другой стороны есть инвесторы, которые, находясь в любом уголке мира, фактически могут вложиться, стать собственником того или иного бизнеса или со-собственником. И мы сейчас открыли собственную платформу. Она совершенно уникальна для России, поскольку она полностью направлена именно на коммерческий интерес. То есть в каждый проект можно вложиться денежкой и из этого проекта получать денежку. Существуют уже 10 такие проекты в России, но они все работают на подарках. Отлично. То есть ты вложился... Бизнес-ангел это. Да, ты вложился в издание новой книжки какого-то автора, который тебе нравится, и через полгода получил 10 книжек в подарок. Это то, что существует, и вы зря смеетесь, это, в принципе, работает, и оно должно быть. При тираже в 100 экземпляров. Вот я почему засмеялся. Это должно быть. А у нас же совсем другая история. Здесь много разных стартапов, и на данный момент среди множества этих идей, которые есть на сайте, большинство пока наше. В том числе. В том числе, да. И правильно Андрей заметил, и там есть простые идеи, такие как... Сейчас мы открыли недавно свой таксопарк. Хотя Андрей опять скажет, что это неинтересно. Согласен, но, по крайней мере, попробовать поставить таксопарк для нас было... Бойтесь не попробовать. Любознательно, как это работает, сделали. Открыли свою небольшую сеть прачечных. Отлично. Тоже Андрей скажет, неинтересно. Согласен, не очень интересно. А мне всё интересно, всё, что вы говорите. Но пусть будет. Мы тоже увидели, как это работает изнутри, и обо всём можно посмотреть на наших сайтах. Да, да, да. Вопрос, кстати, по биобатончикам. Существуют ли какие-то диеты или рекомендации, когда кушать их? Ну и потом после этого расскажите, что у вас кроме батончиков, Лен? Это абсолютно сбалансированный продукт по содержанию углеводов, белков, жиров. То есть мы совместно с технологами его разрабатывали. Вообще батончик может заменять обед или ужин. Некоторые едят два батончика на обед, на ужин, потом абсолютно не хотят есть. Вообще очень интересная история была у нас один раз. Мы входили в одну сеть и отправили им батончики на пробу. Нам потом заняты оттуда женщины, которые принимают решения, там главные бухгалтера и менеджменты сети, они заняты и говорят, слушайте, что это такое? Привезите нам еще. Они говорят, мы после них есть не хотим. Мы уволили ланчевую службу. Да, они говорят, мы есть вообще не хотим, мы будем на них худеть. Хотя они хотят для похудения, они для энергии. Правда, не хочешь после них есть и ноги на них. Ну средний человек, который употребляет средний ланч, сколько ему нужно батончиков и сколько часов он потом не хочет есть? Максимум два батончика и часа 3-4 точно потом не хочет есть. То есть очень удобно, что ты можешь его бросить в машину. 200 рублей тот же ланч, даже дешевле. Да, получается дешевле и удобно. Ты просто можешь его бросить в сумку. Это очень вкусно и безумно полезно. Никаких контейнеров, никаких микроволновок, кстати. Да, и ты не знаешь, как в твоей столовой борщ тебе сварили, на каком мясе. Как соцнабор. Всегда с собой проголодался, нет еды рядом, хоп, съел. Да, абсолютно, очень удобно. Космонавты. И сейчас даже вот зимой, да, можно положить батончики в машину, и пускай она у вас будет стоять на холоде, минус 10, минус 20, за батончиком ничего не случится. Мы прервемся на новости, очень все интересно, у нас еще впереди целая четверть. Уважаемые радиослушатели, звоните, еще успеете. 65, 10, 99, 6. Мы продолжаем развенчивать миф о том, что нынешнее поколение молодых студентов не хочет работать, но хочет получать большую зарплату. Вот сегодня у нас в гостях те, кто хотят, работают и зарабатывают. Это соучредитель компании Fast&Shine Аркадий Хохлов и основатель компании BioFoodLab Елена Шифрина. Я бы вот настолько воодушевился их примерами, что захотел бы, чтобы Елена Шифрина была министром здраво-соцразвития, Аркадий Хохлов министром энергетики, министром финансов и вообще премьер-министром. Настолько я верю в вашу социальную составляющую. Она всегда важнее любого бизнеса, при этом позволяет заработать. И, кстати, мы продолжаем давать слово Елене. Помимо батончиков, какое еще развитие компании BioFoodLab? Мы пока концентрируемся и делаем то, что у нас получается делать. Мы хотим концентрироваться на батончиках, мы хотим развивать дистрибьюцию, мы хотим углубляться в технологию производства, где-либо сделать свою собственную площадку по производству батончиков. То есть мы для себя выбрали дело жизни, и мы хотим делать его очень хорошо и развиваться именно в этом направлении. За другие проекты я пока не берусь. Для меня это самое главное. Я верю, что если ты выбираешь какую-то одну цель и вот каждый день бьешь с нее и работаешь в этом направлении, не отвлекаясь ни на что другое, тогда ты будешь профи, мастер своего дела, можешь это делать хорошо, будешь специалистом. Я вот верю в это. Осторожно наступаем по тонкому льду. Я с Еленой абсолютно согласен. Более того, опять же-таки возвращаясь к небольшим семинарам, которые у нас проходят каждую неделю, многие спрашивают меня, а как вот, давай придумаем вместе что-нибудь такое простое, мне сейчас попробуют начать. И в этом плане как мы мотивируем, что мы рассказываем нашим, скажем, тем, кто приходит к нам, просто какое мое мнение. Что жизнь очень короткая и если ты выбираешь дело, которым будешь заниматься, нужно как-то фильтровать то, чем надо заниматься. Допустим, ты сидишь, у тебя там 5 направлений, ты можешь заниматься либо тем, либо тем, либо тем. Как понять, чем нужно заниматься? Я представляю себя, это мой личный тест, что прошло, например, 10 лет или 20 лет, ко мне подходят, например, мои дети спрашивают, папа, а чем ты там занимался эти 20 лет? И вот если, я представляю себе этот тест, если я могу это рассказать, и мне приятно об этом рассказывать, и вот то я сделал то-то, то-то и то-то, и это будет интересно, и это будет, дети будут гордиться, что вот папа сделал, молодец. Долгосрочное планирование. Да, то да. Если нет, то лучше не заниматься, потому что чем бы ты не занимался, будь то, не знаю, перепродажа картошки, либо что-то более интересное, наукоемкое, оно и то, и то будет тратить твое время, и то, и то... Возможно, принесет тебе заработок, принесет, да. Да, но нужно заниматься то, чем, то, что тебе ближе, то, о чем будет не стыдно рассказать, как минимум, да? У нас есть слушатель Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Кому вопросы, на какую тему? Да, я хотел бы задать вопрос Аркадия, вот, потому что я тоже студент инженерного вуза, скоро выпуск, и мне кажется, я понимаю, почему Аркадий, ну, то есть, выбирает, то есть, пытается, мне кажется, как-то занять вот это время учебы тем, чтобы, ну, попробовать что-то свое, а не идти вот по той дорожке, которую нам инженерное образование обеспечит. Вот, и у меня два вопроса. Первый касается вот его компаний FastShine, там, кажется, сказали, что франшиза стоит там примерно, ну, тысяч рублей, да? 200 тысяч. 200 тысяч, да? Вот какой срок выхода на рентабельность, то есть, через какое время можно уже зарабатывать с этого деньги будут? Спасибо, Сергей. У вас все? Спасибо. Да, спасибо, Сергей. Выход на рентабельность. Ну, вопрос традиционный и ответ на него тоже традиционный. За три года было большое количество партнеров и есть, да, порядка ста с лишним партнеров и по статистике, как это выглядит в среднем? Некоторые приезжают, вот, самый быстрый, наш партнер приехал в пятницу, заключил договор, получил груз, в понедельник он вымыл первые 30 машин на своем объекте. Мы его спрашиваем, как это получилось? Как это? Он говорит, все очень просто. А он заранее, наверное, договорился, да? Из города, да, Подольск. Он говорит, ну, приехал к себе в город на следующий день, в субботу, позвал ребят, обучил их процессу мойки, провел необходимую подготовительную работу, в воскресенье пришел в торговый центр, там случайно оказался генеральный директор и с этим генеральным директором он договорился, говорит, дай мне просто вот две недели тестовые, не надо мне ни договоров, ничего, две недели тестовые, я покажу, как я буду работать на твоем паркинге, понравится, понравится, не понравится, скажешь, пока я уйду. И в понедельник он уже стал, начал мыть, он окупился в течение двух недель. Всего лишь, вот эти 200 тысяч вернулись и потом пошел заработок. Легко посчитать, если с одной машины 200-300 рублей зарабатывать, то... Ну, вход в бизнес в размере 200 тысяч рублей это действительно копейки. Вот у меня отсюда вопрос к Елене, вот те 5 миллионов, которые вы вложили, 5 миллионов рублей, это все-таки... У вас был капитал для входа 100 тысяч рублей, Аркадий, а у Елены 5 миллионов рублей. И вот 99,9% людей, имея на руках вот эти вот скопленные, собранные 5 миллионов рублей, тут же бы побежали покупать себе квартиру или вкладываться в ипотеку, имея вот этот первоначальный взнос. Однако 0,01 или 0,01 людей все-таки направят эти 5 миллионов для развития, для попытки, точнее, развить свой бизнес. Как нам... Что вы, Елена, посоветите, чтобы вот этот вот крохотный процент увеличился, чтобы люди не боялись рисковать? Хотя, судя по вашей стратегии, вы очень тонко и осторожно просчитываете все у вас запрещено западное образование. мне было бы негде жить, я бы, наверное, не вкладывала такие деньги в свой собственный бизнес. У меня есть своя какая-то жилплощадь, да, но, да, действительно, я эти скопленные деньги не потратила на улучшение жизни, а решила вкладываться именно в разработку технологий, в производство, в research and development. Это очень долгий, емкий процесс. Работа с технологом, финансирование его работы. На это ушло время, на это ушло полгода для того, чтобы нам просто в небольшой команде сосуществовать и разрабатывать технологию. Потом какая-то часть небольшого оборудования, которое мы уже имеем, в эти деньги тоже вошли. Мы еще больше, конечно же, оборудования купили и вот сейчас в январе-феврале месяце будем заказывать новую линию для производства нашего продукта. Уже с перспективой выхода за пределы России. Да, потому что объемы у нас постоянно растут, сети прибавляются. У нас все-таки люди, слава богу, они больше ориентируются на запад, на западный образ жизни. И вот вся культура... Это модно. Модно экономить, модно здорово питаться. Да, и люди смотрят на запад. Ездить чистым, прошу вас. Абсолютно. Ездить чистым, конечно. И люди смотрят, что там происходит, и они потом точно так же начинают правильно питаться, следить. Посмотрите, у нас, кто бы мог подумать, что три года назад у нас все массы начнут бегать в кроссовках Nike, да, и следить за своим питанием. Не обязательно кроссовки Nike, просто мягкая обувь, которая позволяет долго, большие расстояния пробежать. Кроссовки, да. То есть, кто бы мог подумать, что люди начнут просто бегать в парках с друзьями, заниматься спортом, бросать курить. Я даже подумать об этом не могла. И мы просто попали в тренд со своим продуктом. Те же самые бегуны доходят в спортзал, им удобно взять батончик с собой, перекусить. Болезно, вкусно. Вот я так понимаю, вы просто упомянули о том, что у вас западное высшее образование, у Аркадия высшее образование, везде высшее образование. Друзья мои, я так правильно понимаю, что вот этот high education, он формирует в голове вот эту вот нравственную мысль, неважно, что вы ядерщик, а начали мойкой заниматься, вы вот тому, что занимаетесь высшим образованием, получаете высшее образование, у вас уже в голове совершенно другой уровень мышления. И у вас уже, и как у Елены с высшим образованием, нет вот этого желания пойти в очередь к Макдональдсу, где у нас, к сожалению, фудкорты везде, все понимают, что это гадость, но стоят все в Макдональдсе и в другой гадке, в фастфуд. Это все-таки есть такая вот связь людей высокого ума и среднего ума, скажем так. Это необязательное условие, но тем не менее... Хотя Сукерберг бросил, да, свой... Высшее образование, в частности, физические факультеты МГУ, как мне кажется, он просто структурирует мозги. Он учит тебя решать те или иные проблемы, вопросы. И это самое главное. Может быть, и без высшего образования кто-то и так очень хорошо умеет решать любые вопросы любого рода. Учит учиться. ВУЗ. Ну то есть тебе не нужно бояться вообще того, что ваше может быть высшее образование не совсем то, что вам надо. Оно в любом случае тебя, как вы говорите, воодушевит для того, чтобы посмотреть на свою жизнь по-новому. Ну и в то же самое время все-таки высшее образование это где-то твой safe pack, да? Не дай бог, что случится тебе, бизнес не так пойдет. Ты всегда сможешь устроиться, дай бог, в какую-то корпорацию. То есть всегда о каких-то собственных секьюритис нужно думать. И я когда откладывала эти деньги, думала, что они мне когда-то пригодятся на что-то грандиозное, хорошее, Да хотя бы на проценты, как некоторые бы поступили. А сейчас, к сожалению, по-моему, так не получается. По процентам? Ну с учетом того, какая политика у Центробанка, то да, ставки по депозитам будут уменьшаться. У нас осталось 40 секунд. Я, наверное, потрачу для того, чтобы еще раз представить наших гостей. Это основатель компании BioFoodLab Елена Шифрина. Потрясающий, умный, прекрасный человек. Потом посмотрите наши видеозаписи, и вы в этом убедитесь. И соучредитель компании Fast&Shine Аркадий Хохлов. Уважаемые друзья, ищите о них, о том, чем они занимаются, о том, как они к этому пришли, о том, сколько они в это вложили, о том, как это все окупается, о том, на какие доходы можно рассчитывать потом. И самое главное, возможно, вот эта информация, плюс, возможно, то, что вы захотите поступить на какой-нибудь факультет высшего образования, заставит вас изменить свою жизнь. Это была программа Paradox. Меня зовут Александр Кошапов. Мне было очень приятно работать для вас. Спасибо.